приветствую всех кто сегодня подключился к моему утреннему вебинару хотела бы с вами обсудить очень актуальную тему потому что я практикующий врач и каждый день на приеме встречаю пациентов с жалобами на перебой в работе сердца кроме того что встречаю таких пациентов которые приходят с этими жалобами очень часто такие пациенты приходят от других докторов с так скажем некорректными назначениями складывается впечатление что многие доктора также не особо не то чтобы разбираются в этой теме но они всегда точно знают когда при этой патологии необходимо лечить а когда наблюдать поэтому свой вебинар я так и назвала экстрасистолы лечить нельзя наблюдать где же все таки поставить запятую всегда ли нужно лечить или же не нужно лечить лечить нельзя наблюдать хотела бы также вкратце немного рассказать о себе меня зовут ибрагимова и шаруфатов на я врач кардиолог аритмолог то есть кроме того что я занимаюсь проблемами заболеваний сердца также еще на виду пациентов с нарушениями ритма более углубленная и это направление в кардиологии называется ритмология очень часто обычные экстрасистолы могут вести обычные кардиологи но при уже когда их большое количество таких пациентов ведут аритмологи мой стаж три года и я веду прием в частной клинике в москве но теперь перейдем к теоретической части на что же такое экстрасистолы но прежде чем поговорим об этом хотела бы сказать как в норме вообще происходит возбуждение и сокращение сердца сердце это вы знаете орган насос на орган он работает как насос то есть он качает кровь из по всему организму такой важный орган но на сердце не может просто так сокращаться но сокращается только под воздействием импульса и вот в норме импульс зарождается в синусовом узле который находится в правом предсердии и затем как только здесь возник импульс он по проводящей системе сердца начинает импульс так скажем раздавать по всему сердцу и приводит к его сокращению в норме импульс идет из синусового узла сокращая правое предсердие затем левое предсердие затем через атривентрикулярный узел он переходит на желудочке тем самым сначала сокращается предсердие затем сокращаются желудочки но если имеется патологический очаг какой-то например в предсердиях либо вы желудочках то как раз и возникает экстрасистола то есть экстрасистол это внеочередное или преждевременное сокращение миокарда и вот как раз вот это внеочередное сокращение очень часто пациенты и описывают например как толчок в грудь я чего возник внеочередное сокращение сердца и пациент описал это как толчок в грудь либо например чувство замирания сердца потому что в этот момент когда произошло внеочередное сокращение сердца возникает пауза потому что сердце нужно время для того чтобы вновь импульс как и в норме зародился в синусовом узле поэтому вы пациенты могут ощущать как паузу какую-то что сердце замирает если они щупать свой пульс то им кажется что даже пульс пропадает возникает какая-то остановка либо иногда пациенты могут никак не ощущать эти экстрасистолы но когда измеряют например давление на электронном тонометре на этом тонометре загорается индикатор аритмии сердечко начинает мигать который сигнализирует о том что пациента есть аритмии либо если этих экстрасистов очень много у пациента то тонометр вообще может выдавать ошибку вообще давление не измерять очень часто пациенты как раз таки именно с этой жалобой приходит доктор со мной что-то случилось мой тонометр перестал измерять давление при этом я чувствую что у меня пульс бьется как попало но также экстрасисты могут протекать вообще бессимптомно никак пациентов не беспокоить и иногда возможно их просто обнаружить например при прохождении медкомиссии на обычной кардиограмме тоже очень часто такие пациенты записываются кардиологу когда их ничего не беспокоит но на и когда обнаруживаются такие изменения и очень часто это других докторов докторов других специальностей например терапевтов это пугает тогда они также обращаются к кардиологу каким образом можно эти экстрасистов выявить кроме того что пациент очень красиво и красочно рассказывает обо них во первых это может услышать доктор когда вас слушает с помощью на фонандоскопа также когда вы щупаете свой пульс вы точно также можете чувствовать что как будто пульс пропадает пациент тоже так рассказывает у меня сердце бьется 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 а потом какой-то провал это тоже а симптом экстрасистов но и инструментальные методы на это на обычной кардиограмме когда их выявляют ну и уже затем более такое детальное на обследование на которые чаще всего мы пациентов и направляем это суточное мониторирование кг это та же самая кардиограмма просто который записывает в течение суток каким образом ваше сердце работает очень нужное обследование для того чтобы определить количество этих экстрасистов потому что это тоже очень важно об этом поговорим дальше то есть принципе диагностика экстрасистов она не сложная во первых пациенты очень красочно о них рассказывают и диагностика инструментально она очень легкая пропустить экстрасистов невозможно особенно если они частые следующее о чем хотелось бы поговорить конечно же о причинах экстрасистов экстрасистов они делятся на два вида на функциональные экстрасистов так скажем это функциональные это обратимые экстрасистов которые могут во первых пройти если мы действительно обнаружим причину которая привела к их возникновению либо же кроме того что они могут пройти во вторых они не особо опасны для сердца и это тоже очень важно понимать причин вот как раз для возникновения функциональных экстрасистов очень много и поэтому очень часто такие экстрасистов и чаще всего и бывает у молодых пациентов это раз чаще всего то есть это молодые пациенты подвержены им и второе они очень сильно пациентов беспокоит то есть они очень плохо их переносят даже несмотря на то что они нормальные то есть они бывают и в норме но так как они очень сильно беспокоить пациентов они конечно же прибегают к кардиологам для того чтобы поскорее их от этой жалобы избавили первая очень большая группа причин это нейрогенные причина возникновения экстрасистов когда они связаны с гиперактивация симпатодреналовой системы симпатодреналовая система эта система которая включается у нас при каком-то на стрессе например и поэтому например при эмоциональном возбуждении при сильном стрессе экстрасистов могут появиться поэтому очень часто на приеме у таких пациентов спрашиваем а были ли у вас какой-то сильный стресс до этого момента когда у вас эти жалобы появились длительный стресс когда на пациенты не высыпаются когда у них нарушен режим труда и отдыха либо например они это пациенты которые которых сменная работа они ночью например работают и не спят это тоже приводит к тому что в норме ночью когда мы спим у нас активизируется пара симпатическая нервная система момент когда наш организм и сердце в том числе должны отдыхать а в тот момент когда вы например ночью не спите работаете происходит активация симпатодреналовой системы и точно также это может потом впоследствии привести к тому что возникают эти экстрасистов также при интенсивном умственной и физической нагрузке но это все то также связано вот когда не соблюдается режим труда и отдыха когда очень много пациенты работают и очень мало отдыхают особенно это актуально вот сейчас когда вот в это нестабильное время очень часто пациенты приходят и говорят что у них практически нет времени на отдых и это впоследствии приведет к тому что вот эта гиперактивация придет потому что у пациентов появится экстрасистов и они будут их обеспокоить вторая причина которых также относится к нейрогенам это уже когда происходит активация вагуса то есть это тоже в норме вы можете описывать что эти экстрасисты эти жалобы у вас появляются в горизонтальном положении например ночью когда вы ложитесь спать могут некоторые пациенты даже просыпаться от резкого толчка в грудь это тоже говорит о том что просто активируется вагус это норма и эти экстрасисты могут появиться их не нужно бояться это физиология также вагус активируется например после приема пищи поэтому очень часто эти экстрасисты также могут появляться после еды после обеда после ужина особенно если переедать потому что повышается давление внутри брюшное и это тоже приводит к активации вагуса при заболеваниях желудочно-кишечного тракта тоже очень важно об этом помните а потому что очаги возбуждения могут располагаться не только в самом сердце могут располагаться во внутренних органах и очень часто при заболеваниях желудочно-кишечный тракт например желчекаменная болезнь да желчная колика при язвенной болезни при рефлюксной болезни когда происходит заброс содержимого соляной кислоты желудка вы пищевод и таким образом тоже происходит активация вагуса и так же могут появляться экстрасисты поэтому очень вот у пациентов которые кроме того что жалуются на экстрасисты очень важно еще задавать дополнительные вопросы по другим органам и системам потому что возможно причина кроется вы вот в этих заболеваниях которые назвала если вы лечить их например направить к гастроэнтерологу и провести лечение то экстрасисты точно также пропадают у меня такой на пациент на практике был еще очень часто экстрасисты возникает у пациентов которые качают пресс потому что в этот момент когда происходит когда вы качаете пресс точно также повышается внутри брюшное давление активируется вагус и точно также экстрасисты могут появляться тоже очень часто у молодых пациентов которые ходят на фитнес бывает ну и часто качание пресса это фактор риска формирование гастроэзофага рефлюксной болезни когда вот также содержим жутко забрасывается в пищевод поэтому экстрасисты тоже могут быть нейрогенные экстрасисты чаще всего они бывают в норме и они обязательно пропадут если мы даем пациентам такие рекомендации как соблюдение режима труда и отдыха кроме того электролитные бывают экстрасистолы когда бывает интоксикационный синдром например рвота например заболели ротовирусной инфекцией возникла многократная рвота и затем после этого появились экстрасистолы точно также могут быть либо например выражен интоксикационный синдром при инфекционных заболеваниях когда повышается температура и повышается температура точно также на высоте температуры может быть рвота пациенты когда снижается температура особенно резко могут сильно потеть и это может приводить к нарушениям электролитного баланса в организме и это тоже приведет к формированию экстрасистол кроме того электролитные это например на бывает при гипокалиями когда низкий уровень калия магния в организме поэтому очень часто таких пациентов любят назначать препараты калии магния например мононгин магния 6 и так далее но если не было никаких предпосылок для того чтобы нарушился этот электролитный баланс который я называла например рвота интоксикационный синдром когда пациенты например худеют и на вызывают насильно рвота у себя то в принципе нарушение электролитного баланса не должно быть и вот эти препараты калия магния в принципе пациентам не помогут также бывают экстрасистолы токсические то есть они возникают например после злоупотребления алкоголем бадами травками мы очень часто пациенты злоупотребляют вот именно применением этих препаратов которые не являются лекарственными средствами и очень часто на приеме спрашивают какие из них можно принимать для того чтобы поддержать свой организм в норме но вы должны помнить о том что никакие бады и травки не участвовали в клинических исследованиях а значит мы никаким образом не знаем об их эффективности и безопасности и очень часто если тем более мы не знаем как часто их нужно принимать какая продолжительность продолжительность лечения этими препаратами если у лекарственных средств исследуется в крупных исследованиях сколько кому и как то вот эти бады и травки если мы не знаем как долго их нужно принимать вот иногда на фоне длительного употребления этих препаратов тоже могут возникать экстрасистолы еще одна причина которые чаще всего бывает у женщин. Это дисгормональные экстрасистолы в менопаузе, когда где-то в 50 лет у женщин возникает гормональная перестройка в организме, снижается уровень эстрогенов, снижается синтез фолликолостимулирующего гормона, ретонизирующего гормона. Она вступает уже в менопаузу, когда у нее уже не будет месячных. И в этот момент из-за того, что происходит дисгормональный баланс, могут появляться также экстрасистолы. Тоже очень сильно эта женщина беспокоит, но если обратиться, это выявить и обратиться, например, к гинекологу, который возможно назначит заместительную гормональную терапию, то этот экстрасистол точно так же возможно избавиться. Также необходимо помнить, что некоторые лекарственные средства также влияют на электролитный баланс в нашем организме, и также не обладают антиаритмичным, проаритмогенным эффектом и могут также приводить к формированию экстрасистол. Тоже очень часто в последнее время такие пациенты начали приходить с жалобой на нарушение ритма в виде экстрасистол, а когда уже собираешь у них анамнез, оказывается, что они принимают вот эти препараты, которые я здесь написала. Это некоторые антибиотики, противогрибковые препараты, например, такой всеми любимый винпоцетин, особенно у пациентов пожилого возраста, они верят в волшебный эффект капельниц, например, винпоцетин, церебролизин – это препараты, которые точно так же могут вызывать экстрасистолы. И тоже бич 21 века. Очень часто пациентам начали назначать антидепрессанты, потому что пациенты не справляются самостоятельно со стрессом. Точно так же нужно помнить, что антидепрессанты, кроме того, что они, например, могут стойко снижать давление, они точно так же могут приводить к формированию экстрасистол. Но это очень важно выявлять врачами при детальном сборе жалоб и анамнеза. Это вот основные причины функциональных экстрасистол, которые, еще раз повторю, могут быть в норме. У них есть причина, и если выявить эти причины и устранить, то экстрасистолы, от экстрасистолы точно можно излечиться. Следующая группа экстрасистол, которые как раз таки и требуют действительно серьезного наблюдения и выявления таких пациентов – это органические экстрасистолы. Органические экстрасистолы – это первые экстрасистолы, которые возникают не в норме. Они возникают, когда есть какой-то субстрат в самом сердце, патологический субстрат, который генерирует эти импульсы, из-за чего эти экстрасистолы и формируются. Второе – чаще всего от них полностью избавиться не получится, потому что полностью вылечить сердце мы не сможем, мы только можем перевести в ремиссию. И третье – органические экстрасистолы всегда требуют лечения. Вне зависимости, какое количество экстрасистолы мы выявляем на ЭКГ, либо на суточном мониторировании ЭКГ. Почему? Потому что органические экстрасистолы, они как раз-таки опасны. Они могут переходить, вы уже из обычных экстрасистол, в жизнеугрожающие состояния, которые могут приводить к внезапной смерти. Поэтому таких пациентов обязательно нужно выявлять и обязательно лечить. Это пациенты, которые перенесли инфаркт, миокарда в анамнезе. Это пациенты, у которых фракция выброса. То есть мы вначале сказали о том, что сердце – это насосный орган, который выталкивает кровь из сердца и разносит по всему организму. Фракция выброса – это когда сердце тяжело выбрасывать кровь, и фракция выброса ниже 40%. То есть он практически в половину своей мощности работает. Чаще всего такая фракция выброса бывает как раз-таки чаще всего после перенесённого инфаркта миокарда. Следующий критерий – это толщина миокарда более 1,3 см. Это выявляется всё по УЗИ сердца, где точно так же чётко врач пишет для нас, кардиологов, каких размеров сердце. То есть, другими словами, это большое сердце, которое может также приводить к формированию экстрасистов. Большое сердце, когда толщина миокарда больше 1,3 см. Или по-другому гипертрофия миокарда левого желудочка. И КДР левого желудочка, конечный диастолический размер, больше 6 см. Это уже не гипертрофия, это уже дилатация левого желудочка. Когда сердце настолько уже увеличено в размере, что оно просто как мышечный орган выполняет свою функцию, качать кровь, ему очень тяжело. И постмиокардитический кардиосклероз, когда в сердце формируется рубез после перенесенного миокардита. Миокардит, по-другому, это воспаление сердца, очень часто развивается после перенесенной либо вирусной инфекции, тогда это должна быть связь. То есть, пациент должен рассказывать, что он, например, переболел какой-то инфекцией, а после этого у него появились, например, жалобы на перебои в работе сердца. Либо после бактериальной инфекции формируется миокардит и на фоне воспаления сердца затем на фоне воспаления сформируется рубец. Рубец – это соединительная ткань, это не мышца, поэтому этот участок навсегда отключается от сокращения. И этот участок также может генерировать импульсы и приводить к формированию экстрасистов. Каким образом выявляются вот эти, так скажем, критерии по УЗИ сердца? Поэтому очень важно, когда пациент к нам приходит с жалобой, во-первых, выявить, а нет ли у него причин для развития функциональных экстрасистов, о тех, которых я сказала выше, затем такого пациента направить на суточное мониторирование ЭКГ для того, чтобы выявить общее количество этих экстрасистов, и, третье, направить его на УЗИ сердца для того, чтобы исключить наличие вот этих показателей, которых я назвала, потому что если они будут, то тогда эти экстрасистов мы обязательно лечим. Вот это причины, которые приводят к тому, что могут возникнуть экстрасистов. Главное здесь понять по причинам, что они бывают функциональны, которые могут быть в норме, и органические. Органические те, которые обязательно нужно лечить. И вот лечение экстрасистов. Три вида, так скажем, направления в лечении таких пациентов. Первое – это наблюдение. То есть когда мы ничего не делаем, ничего не назначаем, даже никаких препаратов наподобие препаратов магния. Или вот у меня последняя пациентка была, у которой даже был назначен препарат Амакор. Амакор – это омега-3. Первый раз с таким сталкиваюсь, но коллеги-аритмологи написали, что каждый второй приходится этим препаратом. То есть мы ничего не назначаем, просто наблюдаем. Второе направление – это назначение антиаритмиков. Антиаритмическая терапия – это уже более серьезные препараты, которые будет назначать, конечно же, врач. Даже лучше, наверное, когда это будет назначать врач-аритмолог, потому что все антиаритмические препараты обладают проаритмогенным эффектом. То есть они сами могут вызывать аритмию. А так как многие кардиологи не имеют опыта работать с этими препаратами, их боятся, то, наверное, желательно, если есть показания к лечению, обратиться к аритмологу. И третье направление – это уже, так скажем, хирургическое лечение экстрасистл, экстрасистл интервенционное, когда в сердце обнаруживается очаг, который генерирует эти экстрасистлы, и этот очаг прижигается. Сейчас мы подробно поговорим о каждом направлении. Первое направление – это наблюдение. Чаще всего экстрасистлы требуют наблюдения, а не лечения. В каком случае мы можем выбрать именно это направление? Когда у пациента редкие одиночные экстрасистлы без структурного поражения сердца. То есть нет тех ситуаций, о которых я рассказывала, когда говорила об органических экстрасистлах. Вот этого ничего нет. Он не переносил инфаркт миокарда. У него нормальная фракция вымроса, нормальные размеры сердца. Он не переносил миокардит. Это пациент без структурного поражения сердца. У этого пациента, например, нет клиники. Но даже если есть клиника, но при этом нет структурного поражения сердца, это нужно рассматривать как вариант нормы. И такого пациента не нужно лечить препаратами. Нужно выявить и устранить провоцирующие факторы. Провоцирующие факторы – это те, которые я называла в причинах функциональных экстрасистлах. Это очень важно их выявить и устранить. Потому что если их не выявлять и не устранять, экстрасистлы, они как и были, они так и будут пациента беспокоить. И они будут постоянно приходить к врачам и их будут менять лечение. Но обычно тут, как я сказала, препараты магния назначаются и так далее. Таким пациентам показано лечение только в момент приступа. То есть лечение по требованию. То есть вас беспокоят, например, беспокоят эти перебои. Вы приняли вот этот препарат, анапрелин – это препарат, который нужно будет купить. И, как я говорю своим пациентам, откладываете в свою аптечку лекарств. И вы его принимаете, когда вам становится плохо. Например, вы очень часто начинаете чувствовать эти экстрасистулы. И они еще сопровождаются, например, дышать тяжело, голова кружится и так далее. Когда серьезные прям симптомы. Анапрелин – 10-20 миллиграмм разжевать. Препарат безопасный. Поэтому я вот его здесь и вставила. Потому что препарат короткого действия. Его приняли, он подействовал, и он сразу же вывелся из организма. Это препарат как скорая помощь. То есть мы лечим только в момент приступа. В остальной период мы никакое лечение курсами не назначаем. На самом деле это то, что уже последние два года о чем говорят. Потому что раньше, я помню, в 16-17 году, когда я ездила на конференции, был другой подход. Если говорилось о том, что если у пациента, например, есть клиника, но при этом нет структурного поражения сердца, то можно рассмотреть назначение антиаритмиков. Если пациента прям это очень сильно беспокоит. На сегодняшний день, так как все антиаритмики также могут вызывать аритмию, они не совсем безопасны. Это точно нужно делать под контролем лечащего врача. Сейчас однозначно таких пациентов нужно только наблюдать и лечить только в момент приступа. И очень часто, на самом деле, когда пациенту говоришь о том, что у вас с вами все нормально, вы от этих экстрасистов не умрете, потому что у вас нет никакого субстрата в сердце, у вас здоровое сердце. Нужно просто лечить эти экстрасистов в момент приступа. Очень часто такие пациенты уходят и не возвращаются. С тем, что, например, вы знаете, доктор мне ничего не помогает, давайте что-то мне назначите. Здесь очень важно еще и донести до пациента вот эту информацию, что с ним все в порядке. Ну и если есть провоцирующий фактор, конечно же, желательно их устранить. Теперь, когда же все-таки мы назначаем антиаритмическую терапию? Именно когда имеются органические экстрасистолы, то есть когда в сердце есть патологический субстрат. И при этом нам не важно количество экстрасистов. Их может быть 10 штук, их может быть 20. Раньше считалось, что много – это когда больше 500. Но на самом деле, если это органические экстрасистолы, нам количество не важно. Даже если пациент это не беспокоит. У меня тоже есть, например, пациент, у которого длительный анамнез гипертонической болезни, длительно повышается давление, а повышение давления – это всегда каким-то образом на сердце в какой-то момент подействует. И у него точно так же есть поражение органа мишеней сердца в виде того, что сердце больших размеров. У него гипертрофия левого желудка, причем такая приличная гипертрофия. И вот он никаким образом эти экстрасистолы не ощущает. Но несмотря на это, так как сердце больших размеров и эти экстрасистолы для него могут быть опасны, я ему терапию назначу. Потому что такие экстрасистолы обязательно нужно лечить. И второе показание, когда мы все-таки можем начать антиаритмическую терапию – это количество экстрасистол. Когда их больше 10-25% от всех сердечных сокращений по суточному мониторированию ЭКГ, ну обычно это высчитывает, конечно же, врач. Для тех, кто не имеет медицинского образования, просто говорю, что обычно это более 10 тысяч экстрасистол. Почему в этом случае мы все-таки назначаем лечение, даже если, например, у пациента нет никакого субстрата в сердце, вроде бы сердце здоровое? Потому что такое большое количество экстрасистол может привести к тому, что сердцу будет тяжело выполнять свою основную функцию, насосную свою функцию, высокий риск развития аритмогенной кардиомиопатии. Поэтому чаще всего таким пациентам нужно назначать лечение. Я обычно назначаю, когда, ну если по УЗИ сердца, например, у него 10 тысяч экстрасистол, и он, например, нормально их переносит, и по УЗИ сердца все нормально, вроде бы функция сердца не страдает, хорошая фракция выбросов и так далее. Я обычно начинаю лечение, когда больше 25% этих экстрасистол. Чаще всего это где-то 20-25-30 тысяч экстрасистол. То есть это прям очень большое количество. 10 тысяч экстрасистол чаще всего я наблюдаю. Но это все будет зависеть от пациента, потому что это зависит и от возрастной категории. Что за пациент ко мне пришел? Если это молодой пациент, то чаще всего, скорее всего, такого пациента мы будем наблюдать. Если это пожилой пациент, и у него вдруг появилось такое большое количество экстрасистол, такому пациенту, скорее всего, нужно будет исключать какое-то заболевание сердца. Кроме УЗИ сердца, возможно, даже будем исключать ишемическую болезнь сердца. Даже у меня была пациентка, которой мы делали МРТ сердце. Но это такие частности, которые, конечно же, будет определять врач. Здесь просто знакомительное, когда обязательно необходимо начинать терапию. Органический экстрасистол и большое количество этих экстрасистол. Ну и, наконец, последнее направление в лечении экстрасистол – это интервенционное лечение. Интервенционное лечение, как я уже сказала, это хирургическое лечение. Но это нельзя назвать хирургией, потому что это не открытая операция. Это через небольшой прокол в вене, в бедренной вене, либо в бедренной артерии проводится электрод в сердце. То есть через небольшой прокол проводится электрод в сердце. Обязательно находится очаг, который генерирует эти экстрасистолы. И под действием тока, так скажем, высокочастотного, этот очаг просто прижигается. Но так как после того, как прижигается этот очаг на этом месте, все равно маленький рубец формируется, не каждому пациенту, конечно же, это показано. Чаще всего это показания, когда мы точно же направим к нашим коллегам, хирургам, аритмологам, это часто рецидивирующие эпизоды аритмии. То есть более 10 тысяч в сутки, когда ничего уже пациенту не помогает. Мы вроде бы назначили антиаритмическую терапию, и вроде бы в какой-то момент эта терапия ему помогала. Затем опять произошел рецидив, опять экстрасистолы вернулись. И их обязательно большое количество. Когда 1 тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи, мы точно туда не полезем. Потому что, я сказала, там, где мы прижиглись, сформируется рубец. Поэтому это всегда более 10 тысяч в сутки. И обязательно должна быть клиника. То есть экстрасистолы обязательно должны быть симптомными. Пациенты, они должны беспокоить. Если ничего не беспокоит, то вряд ли мы отправим такого пациента к хирургам. Мы будем его, скорее всего, наблюдать. Это первое показание. То есть симптомные аритмии, большое их количество по суточному монитору. И второе, когда на фоне этих экстрасистол, и мы в этом уверены, что именно на фоне этих экстрасистол большого количества, сформировалась аритмогенная кардиомиопатия. То есть их настолько много, что это привело к снижению фракции выброса по УЗИ сердца. То есть эти экстрасистолы уже опасны для сердца, потому что оно уже привело к тому, что оно, так скажем, не справляется со своей функцией. А это важно. Вот основные направления в лечении экстрасистол. Что самое главное, необходимо запомнить, что экстрасистолы могут быть в норме. Один, два, три штуки экстрасистол бывают у всех, даже у меня. Просто так как я знаю, что это норма, меня не беспокоит. Ну а если это уже стало таким симптомом, который стало прям беспокоить, то я бы хотела здесь сказать, что появление экстрасистол, и не только появление, но когда вы начинаете их ощущать, для молодых это повод изменить образ жизни, потому что чаще всего у молодых это функциональные экстрасистолы, которые связаны с их образом жизни. А для пожилых пациентов это повод сходить к врачу и обследоваться. Потому что пожилых пациентов появление экстрасистол может говорить о том, что, может говорить о заболевании сердца. Ну так скрытое, но когда заболевание сердца впервые начинает проявляться в виде экстрасистол. Это всё, что я хотела бы рассказать по экстрасистолам. Благодарю всех за внимание, кто, кому это интересно, была тема, кто подключился и прослушал мой вебинар до конца. На самом деле очень важная, актуальная тема на сегодняшний день. Действительно, очень много пациентов стало с такими жалобами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!